Здравствуйте, дорогие друзья, любители и почитатели нашей домашней, теплой, уютной телепередачи «Встречи у Камина». И здравствуйте, дорогая Мария Михайловна Михайлова. Правильно я вас назвала? Правильно. Правильно. Мария Михайловна Михайлова и я, автор и ведущая телепередачи «Встречи у Камина» Татьяна Фрик, вот сидим сегодня в такой хорошей, душевной, теплой обстановке, такой летней, да, и думаем, о чем же с вами поговорить. А может быть просто попеть. Я с большим удовольствием приглашаю к нам на телепередачу Марию Михайловну с песнями, не только с песнями. Я хочу, дорогие телезрители, показать вам, как необыкновенно красивы наши женщины, как они много умеют, ведь вы по профессии преподаватель, да, русского языка литературы? Нет, начальных классов. Начальных классов преподаватель, да. И тем не менее, независимо от возраста, живут, они доживают. Правильно? Как они умеют себя преподнести, держать, занимаются творчеством, поют, участвуют в конкурсе. В каком конкурсе вы недавно поучаствовали? В мае был конкурс городской. И там я исполняла песню «Московские окна». И получила диплом лауреата второй степени. Этого конкурса. Да. А сейчас послушаем в ее исполнении какую песню Марию Михайловну. «Московские окна». «Московские окна». Да, эта песня была написана в начале 60-х годов. Да. Написал ее Тихон Хреников и Михаил Матусовский. Вот опять небес темнеет ввысь. Вот и окна в сумраке зажглись. Здесь живут мои друзья. И дыхание затая ночные окна Глядываюсь я. Здесь живут мои друзья. И дыхание затая ночные окна Глядываюсь я. Я могу под окнами мечтать Я могу как книги их читать И заветный свет храня И волнуя, и маня Они как люди смотрят на меня И заветный свет храня И волнуя, и маня Они как люди смотрят на меня И как в годы прежние опять Под окном моим готов стоять И на свет его лучей Я всегда спешу быстрей Как на свидание с юностью моей Я любуюсь с вами по ночам Я желаю окна счастья вам Он мне дорог с давних лет И его яснее нет Московских окон Негасимый свет Он мне дорог с давних лет И его яснее нет Московских окон Негасимый свет Дорогие наши телезрители, дорогая Мария Михайловна, я не устаю задавать вам один вопрос. Как вам удается сохранять такую красоту, обаяние, стиль в одежде, во всем? Дайте совет нашим дорогим женщинам, потому что мы восторгаемся вами во всех отношениях. Надо же, надо же. Вот ваши маленькие советы. Какие могут быть советы? Ну, я, например, никогда там не делала ни пластику, ничего вообще. Вот главный вопрос, потому что люди считают, что это пластика. Нет, я как-то это не делала никогда и, в общем-то, и не хочу даже. Я вот считаю, что для наших женщин вы все-таки своего рода эталон и с большим удовольствием людям показываю, слушаю вас, смотрю во всех отношениях. Это сдержанность, это умение не выходить из себя, это культура во всем, в речи, в отношении к людям, в жестах. Вот несете, знаете, ну, прям какой-то духовный посыл. Каждый из нас, и чтобы каждый из нас хотелось бы, не надо походить на какую-то другую, а надо создавать свой образ, свой духовный мир. Я еще раз говорю, как хороши наши русские женщины, наши Уралочки вообще прекрасны. И мне никто в этом не переубедил, да, не переубедил. Вот, глядя на Марию Михайловну Михайлову. И, конечно, я не могла к ней не обратиться, когда услышала песню, которая меня, ну, вот просто потрясла, да, потому что она про каждую из нас, про каждую из нас. И слушала я просто ее плачет, да? И у нее есть название у этой песни? Да, я сильная женщина. Сильная женщина, да? Потому что про каждую из нас вторую, а может быть и каждую первую, эта песня. У нее есть авторы или что-то, или кто-то? Авторы есть, да. Это музыка написала «Шанс», а слова «Лупин», по-моему. Она известна вообще, эта песня? Или вот мы ее услышали недавно? И исполняла ее Афина, это греческая певица, вернее, по национальности она гречанка, но родилась она в Казахстане, вот они там жили, вот потом переехали уже к югу, вот потом она поехала учиться в Ленинград, вот и поет она больше шансон. Эта песня вообще относится, мне кажется, к каждой женщине, потому что каждая женщина всегда что-то переживает, что-то переносит, да, и тем не менее встает, возрождается и опять пошла вперед с песней. Мы как матрюшки-неваляшки, нас не завалить. Да, да. На матрюшке написано. Сколько раз ошибалась по жизни, я ломала крылья свои, Сколько раз находила спасенье, там, где не было даже пути, Сколько раз смотрела в глаза, Беспощадному страху и боли, Сколько раз оставалась одна, Разрывая сердце до крови. Падала, 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 И вновь поднималась. Боль убивала меня, Но я возрождалась. Падала, 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 И вновь поднималась. Я сильная женщина была, Такой же осталась. Сколько раз я пыталась найти Своё счастье, но не судьба, Сколько раз я тонула в любви, Только в улице берега. Сколько раз поднималась я вверх, А потом в пропасть летела, Сколько раз говорила себе, Всё пройдёт, нужно лишь только время. Падала, 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 И вновь поднималась. Боль убивала меня, Но я возрождалась. Падала, 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 И вновь поднималась. Я сильная женщина была, Такой же осталась. Падала, падала, и вновь поднималась. Падала, 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 и вновь поднималась. Боль убивала меня, Но я возрождалась. Падала, 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 И вновь поднималась. Я сильная женщина была, Такой же осталась. Падала, 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 и вновь поднималась. Падала, падала, и вновь поднималась. Боль убила меня, Но я возрождалась. Падала, падала, падала. Падала, падала, И вновь поднималась. Ты я сильная женщина была, такой же осталась, падала и вновь поднималась. Ну что ж, дорогая Мария Михайловна, спасибо вам большое за эту песню. Глядя на вас, я всегда хочу вот здесь, в нашей прекрасной студии телеканала Евразия, знаете, имея под руками уральскую кухню, играй гармонию уральскую, и таких замечательных артистов из народа, да, и женщин очень удобных, приятных, умных, которые нас окружают, с нами путешествуют. Я всегда мечтаю о создании телекафе, где у камина будут звучать романсы, где мы будем пить чай, вот, и где мы будем слушать красивую музыку, говорить о высоких, все-таки духовных вещах, к которому надо в конце жизни приходить, правильно? Да, да. Ведь не человек выбирает путь, а путь выбирает человека. У каждого своя судьба, и приходит время, когда надо задуматься, вот, обмыть и свои частички энергетические, о своей душе. И вот ваши песни как нельзя подходят к такой аудитории, к таким мероприятиям. Дай Бог, что нам удалось это с вашей помощью тоже организовать. Поэтому в отношении вас, мне просто хочется сказать, есть женщины с большой мечтою, во всех нарядах хороши, не только внешнюю красою, но и красой своей души. Здоровья вам и такой уже необыкновенной красоты еще много-много лет. Спасибо, я вам буду стараться. А вам процветание. Ну да, чтобы все сбылось, все получилось. Вот на этой такой доброй ноте, дорогие телезрители, мы прощаемся с вами и с Марией Михайловной Михайловой. До новой встречи с ее песнями, музыкой, ну и, конечно, ее женским обаянием.